У нас уже есть прототип, который главный, который более-менее работает с GPS, и чем особенно градимся работать с серваком. Спасибо Алексею. Мы нажимаем на постановку, он сейчас прогрузит данные. Делается это ненагдаренно, но тем не менее мы получаем список маршрутов и наремя до прибытия каждого маршрута. Соответственно, можно вернуться назад в список, мы знаем наши косяки в UI, соответственно, кнопочка будет ксеть перманентная, и все такое. На главной странице, я покажу запуск сначала. Сейчас он у нас перестанет работать. Соответственно, он предлагает найти рядом, ну, сейчас он будет GPS пытаться, безобесминка, беспощадно найти здесь. Соответственно, он предлагает, я вижу вход на остановке, и предлагает список посещенных, мы его пока не сделали. То есть, у нас что-то уже работает, мы понимаем, куда нам идти. Вопросы? Ты считай, что это должно быть? Куда? Вопросы? Окей. Скорее, предложение. Я там видел экран, на котором отображались автобусы, которые, ну, и троллейбусы, собираются прийти, там было много повторов, но с разным временем. Да. Вот. И если это не БАК, то, наверное, лучше как-то заинтегрировать одни маршруты одинаковые вот в одном. Один маршрут, и там вот через пять, через десять, через пять раз. Да, да. Это было бы нам удобнее. Вот здесь, то есть, допустим, два штана маршрута, и списком, через криво будет. Ну, строчка, там, или как-нибудь, ну, как список с ограниченной мытью. На самом деле, лучше всего, как это делать, вот, на больших остановках, там, Европа, смотреть, большими цифрами до ближайшего, и еще там два-три варианта следующих. Да. Просто меньше шрифтов. Можно сделать раскрывающий список, действительно. Можно раскрывающий список. Можно раскрывающий список. Да, вот, спасибо. У меня вся информация, в принципе, есть, но можно просто самому. Мы хотим, чтобы человек тековал свой автобус, и видел, как через канал будет. Ну, на самом деле, конечно, UI надо дальше заработать, чтобы он был так, по идее. Поинтереснее, может быть, кстати говоря, даже теми же картинками, изображения автобусы, там, троллейбусы, трамвайи. Картинки будут, потому что, посмотрите, у нас разного типа. Да, да, да. Спасибо за идею, но вы пока не можете. Там яндекс расписания. Что-то.ру. Слушайте, а на самом деле, насколько тяжело вот к этой остановке еще несколько на карте говорить? Вообще не сложно. А? Вообще не сложно. Смотрите, я не очень хочу делать полную страницу остановки. На сайте она у нас когда-нибудь будет, когда мы не подойдемся это сделать. По приложению мобильным это явно не нужно, мне кажется. Человек знает, что... Мобильным, на самом деле, может быть, как раз нужно, потому что, если оказывается, что остановка, например, там, 30-40 метров, ты можешь стоять на не той остановке, но очень беда. Что еще расположено? Бывает, что остановки расположены, в принципе, на одной площади, но расстояние, там, 30-40 метров, да? И если человек, там, не местный, кому особенно нужно, можешь просто стоять на своей остановке. Твоя остановка, на самом деле, здесь же, рядом, но через 40 метров. И вот я имею в виду, не большую карту, вот если есть карта остановок, то показать, да, 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 на самом деле есть экран, а просто показать, где эта остановка, вот это было бы... Еще один момент, связанный с остановками, направление. Человек может сесть не в ту сторону. А, да, да, это тоже. И это вот тоже я на себе проверял. Я на трамвай как-то сел, вот реально, там, проехал две остановки, осознал, что еду не туда. У нас вот как, конечная, в Ярике есть одна. Здесь остановка, она одна на оба направления, вообще одна. То есть, каждый раз, когда туда подъезжает автобус, люди подбегают, спрашивают, ну, в какую сторону едете? Это где? Ярославль. Ярославль. Ну, это понятно. Ну, может, в Питере так уже есть? У нас нет данных при Ярославль. Нет, я понимаю, это на всякий случай, этот случай можно, наверное, обработать как-нибудь, ну, то есть, указать, в какую сторону, какую конечную идет этот автобус. Конечную можно, да. Конечную имеет смысл, кстати. То есть, как-то определить направление. Да. Смотрите, у нас до завтра мы не можем получить больше данных, чем можем получить. Даже если я сейчас побегу и буду пить по-моему тех, кто поддерживает автобус данных. С интерфейсом больше проблем будет. То есть, вопрос о том, как сделать так, чтобы это красиво и надружно работало. Так, а у вас есть данные о том, докуда идет сам автобус? Да, у нас зашито в остановку. У нас все есть. Поэтому, для каждого, значит, если есть две остановки в разные стороны, они расположены по соседству, но и для каждого это две разные остановки. Хорошо. Я просто... Ну, ладно. Просто, в любом случае, по-моему, если мы показываем маршрут, номер маршрута, нормально показать, до какой остановки до конечного идет. И время. А уж опять же, пользуясь, там, как в хейстике, вот эти функциональные трамвай, там, ровно так, номер, там, трамвай, допустим, для автобуса, конечная остановка, время большими буквами. Какое следующее, и два маленькими шрифтом, два следующих. Хорошо. Три штуки, а всегда хватает, больше даже единошек. Спасибо за идею. Добавьте кнопку пожаловаться на автобус. А, кстати. У нас была особая, прям, идея сделать, социальные, такие, приведем шарк, данные объекты, там, комментарии. Вот такая интерфейс... Просто, на самом деле, если время хватит, вот это вот может очень украсть UI. Функционал не сильно много дополнительно, а украсть приложение может очень хорошо. Ну, вот такими-то, как раз, кнопками пожаловаться. Например. Например. Дает сообщение об отсутствии сим-карты. Нормально. Вы выдавайте сообщение об отсутствии сим-карты. Сойдете. Пока сойдется. Так. Еще вопросы? На самом деле, отличные вопросы. Отлично. Приложение об отсутствии финансов реализовали меньше, чем планировали. Гораздо меньше. То есть, начнем. Вот. Сейчас у нас стоят везде заглушки. То есть, у нас есть три вкладки расходы, доходы и того. Вот. Можно это показать? Да. Я сейчас покажу. Вот. Вот. Вот так выглядят приложения при запуске. Первым. Реканус соединяется со скеллайт сервером. Вот. И собирает список. Так вот выглядит. Видно, что вы видите? Да. Было. Зачем. 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 Измените там заголовок. Буквально в заголовке нужно переписать white на black. или. И будет все. Походим. Просто надо стоять. Может, он легче, чем черный, тем. Вескопы. Или, если постарайся, подизайность так нравится. Следующая вкладка «Рокоды». Которые мы убили. И. Вкладка это вот. Так, а расходы там можно текст реально расписать? что за расходы надо будет что за прорывы расчеты? да, зелененький это два прогресс-бара один зелененький, второй будет кратенький, предоходы и расходы а вы что и на смогли их вырвозить? то есть они относительно один будет относительно любого то есть если доходы доходы превышаются в два раза над расходами, то зелененький будет в два раза больше а максимум то где у них? то есть что есть сто процентов? ну с лево будет это не цена, а просто количество то есть они потрачены, где заработаны один из них всегда сто процентов ну а где максимум? ну а где максимум? максимум это один относительно любого аааа тако все равно, что есть максимум лучше, наверное, Деннику какой-то показываете ну да хорошо, важно, что дефицит или перфицит ну да имеется ввиду, один бар либо зелененький, либо красный, правильно? или два бара все-таки да потому что если один был бы, то действительно один был бы перфицит или дефицит если зелененький, допустим, перфицит да красный дефицит, понятно да а если два... то есть что будет то есть что будет? у нас есть два бара вот справа будет показываться итоговые доходы например, за месяц например, там сто тысяч вот красный дефицит он будет расходов, например, в два раза меньше и будет показываться, что потрачено пятьдесят тысяч и будет подпись, ну, и того как бы баланс пятьдесят тысяч нет, понятно, так зелененький пар, допустим, там вот такой длинный красный будет половина, но как вам определять длину зелененького да, да у нас есть о, сто процентов о, а сто процентов от чего? общего то, что и не больше, насколько я понимаю, с того, что один из пар всегда будет вот так у меня есть предложение другое есть у людей обычно есть запланированные доходы то есть это, например, ну, понятно, зарплата когда-то приходит, аванс когда-то приходит ну, еще какой-нибудь дефицит приходит вот ты на камеру вообще на камеру работаешь его не видно не говори как вот значит, и обычно не запланировано бывает ну, если как бы если человек ведет эту деятельность, то он примерно знает сколько он месяц должен получить и он может как бы указать не только вот доходы именно, которые уже случились а такие фьючер доходы то есть я вот в середине месяца получу аванс и можно за сто процентов принимать вот как раз таки сколько в месяц ожидается а если не получится, например, только заработать? а если не получится, то он не справится у него есть как бы цель, он до нее не дошел ну, то есть тут вопрос нормировки это тот вопрос, который ну, надо продумать изначально потому что нормировать можно по-разному сам простой способ это нормировать по максимуму от всех этих четырех полос ну, там не четырех, там сколько их будет вот, и соответственно, ну, что больше, то и брать за сто процентов вот от этого прогресс-бара потому что, например, запланированные они тоже могут быть не максимумы можно заработать больше, чем запланированные можно и, ну, понятно, выходить больше, чем за сто процентов, это не очень хорошо когда улезет полоска за границей экрана, это будет ну, да, это будет это будет очень приятно, но это будет выглядеть ужасно поэтому, ну, просто предложение можно отнормировать по максимуму из того, что есть и там уже считать или не нормировать и нарисовать, допустим, шкалу ну, ось, и на ней отложить вот сколько денег ну, там тоже придется нормировать сколько там даже ну, понятно, ну, так будет хотя бы понятна масштабы у меня есть вопрос и предложение вот там показывали вот эти прогресс-бары да, прогресс-бары это как, за месяц этот или это сейчас, да, за месяц ну, а там можно будет сортировать ну, выбирать данный код и долучить понятно и тогда еще вот такое предложение ведь есть как бы у людей, вон там, нормированный доход обычно то есть, сделать как, чтобы не надо было постоянно этим нормированный доход добавлять ну, то есть, пятнадцатого и пятнадцатого, там, пятнадцатого аванса, пятнадцатого заклада выставляешь, как бы, чтобы пятнадцатого числа прибавлялся аванс автоматом и тридцатого тоже автоматом прибавлялась оплата то есть, не надо было постоянно добавлять а уже вот то, что, как сказали, левачок это уже можно было и... это уже сам добавляешь а то, что, ну, как сказать, постоянно получаешь это можно сделать, чтобы само добавлялось хорошо, понял комментарии к этому, комментарии да, это поменять, если тебя уволили можно мне комментарии к этому комментарию? это, ну, очень редко, когда бывает, что ты каждый месяц получаешь вот реально одинаковую сумму нет, ну, не согласен а ты, ну... нет, можно... не у всех сайтов, в какой валюте это показывают нет, ну, функция такая, может быть, в любом случае, для вашего сайта, примерно удобно да, и, как бы, все равно добавлять свое, можно то есть, будет автоматный заклад добавляться а если там еще какая-то надбавка, то тогда и надбавка уже автомат будет а вы, представьте, это все вот вам пришел листочек, да и там написано, вы ожидали, допустим, тысячу рублей а вам пришло, там, тысяча пятьдесят девять рублей семьдесят три копейки а теперь, представьте, что... ну, не суть а теперь, представьте, что вы ожидали не тысячу рублей, а вот такую же сумму и вы сидите на калькуляторе и высчитываете сколько же мне самому надо прибавить вот к этой сумме ну, берешь и отключаешь эту функцию как бы я просто предлагаю сделать список вот, как, не знаю, как в календарике заметки, вот можно проще сделать примите руки, у кого фиксированный доход в месяц просто, чтобы понимать про этап ну, я думаю, эта аудитория просто не очень... мы здесь поэтому сидим в пятницу вечером вот это правильно вот это правильно ну, опять за... просто не фиксировал да, 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 да это правильно мы не... мы не... мы идем в пятницу вечером это неправильный вопрос ну, сейчас есть вопросы у меня предложение было или комментарий у меня сейчас... ну, ситуация такая сложилась точнее, как, год назад она вот остро сложилась когда у меня дальше будет денег занимать ну, у меня просто с деньгами было все хорошо в отличии от недавно, например ну, вот так вот вопрос по программе а... ну, почта зависимость в чем-то, что вот где-то надо было это все отражать в своем приложении ну, что-то как-то ничего не порадовало и ничего лучше чем Excel в смысле Google Doc Excel которая таблица ничего не придумал возьмем как вариант вы можете вынести это как расходы добавить функцион... а вот это не совсем расходы это может быть то, что расходы а вам еще дали столько денег либо к данным это же граница вас не за месяц ну, просто предлагают дополнительные работы и то, что вы должны и то, или мне должны на самом деле это полезно а по-моему ну, кстати говоря, Петрозаводский была вот этот чексплит как раз она занимается счетом, правда, она плохо она не умела в трибуле делать она в парку умела делать ну, там может доработать но, в целом, да то есть, как бы приложение которое вот между разными людьми и финансы распределять может оно, в принципе, уже было сделано и показано, что Петрозаводский но, у них не было подолгом кстати говоря, вот это ну, похоже ну, то есть, оно было или оно более увеличено для любых расходов оно да, там создаются события распределяются расходы но это уже как за пределами обсуждения этого приложения ну, в этой добавить, например дополнительные долги и накопления было бы очень полезно дополнительное то есть, там может счет есть еще что-то это неинтересно может сделать, чтобы самому можно было это добавить чтобы сделать, например создать список расходов на еду расходы на одежду то есть, чтобы можно создавать было не только вот которые изначально были вот изначально там планируются доходы и расходы чтобы можно было еще вот добавить в третий, например четвертый список ну, делать ну, изначально планируется у каждого и расходы и доходы поддерживать на что вы это деньги потратили вот то есть, вы можете смотреть по треку и узнаете на что вы потратили а я все еще за своей идеей сигнализировать людям о том, что у них расходы к доходам приближаются ну, то есть ну, то есть прогресс барыч нет 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 нельзя представьте, женщина заходит там в магазин вот как хочется купить подходит а у нее телефон ну, как бы голос на хуже говорит положено нет нет нет, телефон просто начинает говорить хуже сам да все особая кнопка вайфмол да вайфмол января когда телефон оказывается в магазине сразу звонок мужа и обратный счетчик типа время до заблокирования карты у вас осталось трех секунд чтобы успеть заблокировать предприятие в магазине можно еще сказать список на карте да ты это плохой это плохой функционал не бад не бад не бад вот в ключе я хочу добавить что интересно было бы посмотреть за депозитами люди которые следят за деньгами им интересно ну, как бы которые не то что следят за деньгами но которые инвестируют деньги им интересно что доходно смотреть сколько они удачат и зарабатывают больше Человек, кто инвестирует, они это не так смутают. Не, они это и так делают. Ну, если мы приложение крутое разрабатываем, то у депозитов нужно видеть, ну, учитывать проценты, которые по ним приходят, и радовать человека, что у тебя вот столько-то в месяц идет просто процентов во всем твоим депозитам. И также, например, если человек сдает квартиру, то интересно было бы учитывать, что... Вот налоговая-то порадует... Да, да, да. Что... А вот вы во что инвестируетесь, во что инвестируетесь? Я во все инвестирую. Ну, это, мне кажется, что это действие предложения. Своё образование. Они не на депозитах складываются. Ну, ладно, это уже на самом деле... Нет, это принято сильно, да, но право, нет. Еще есть... Ну, мне кажется, что это такое... Просто подумать над функционалом, который мог бы быть полезен вот именно для этого приложения. Чем больше функций, тем, конечно, лучше, но... Важно вписаться по времени с основой функций. Ну, по эскизу тоже. По эскизу тоже. Ну, это мы... На самом деле... Просто напоминаю еще раз критерии оценки, по которым будет 10 баллов. Это законченность приложения. А это все на сайте есть, можно даже не мучиться записывать. На Тайсон 5. Это не лякс, а гост тайны. Нет. Ну, я помню, я не подключил. А, нет. Ну, это было бы субавремя, субавремя которого посетить, так, правила поменять. Еще запущу. Так, закончить приложение. 10 баллов. Реализационная сложность и интересность функционала 10 баллов. И качество UI и визуальное оправление 10 баллов. То есть, просто помните, что надо по всем трем направлениям выдержать и постараться получить максимум. И как результаты можно сложить с максимумом? Ну, на самом деле, приложение, которое заняло второе место в Петрозаводске тогда, у него профессионная сложность была очень небольшая. Но он абсолютно по максимуму выбрал законченность и оформление. И ему это позволило спокойно получить второе место. Красивое приложение музыкальное. Так что абсолютно нормально может быть. Ну, это ладно. Народ задумался. Ладно, удачи. Спасибо. Я не очень больших успехов достиг. И показатель, что у меня еще подошли нативную часть дел. Но я поделился теми успехами, которые я достиг. И что я хочу взять из того, что я нашел. Да, кстати, я надеюсь, что те посты, которые я написал, они, мне кажется, просто содержат такую мануалку, как сделать вот эту вот передачу сада, пуш-сервером и девайсом, кому надо. Обратите внимание, что там час назад выяснилось, что нужно для этого зарегистрироваться на сервере Samsung. То есть, написать письмо, и они должны заправить регистрацию, прислать им код и код. Вот. Значит, читайте мануалку, плюс, что я нашел, какое приложение, его коды. Я хотел его показать. Это есть пример нотификатора. И сделать я хочу что-то вроде... Ну, в общем, я нажал там на кнопочку, и он проиграл звук. Я нашел, как настраивается звук, как подгружается картиночка, как у картиночки выставляется число сообщений. И, соответственно, я хочу использовать вот этот сервис, чтобы когда приходит какое-то сообщение с сервера, вот просто на второй элемент, там, надо нажать. Странно, что все белое. Во, 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 нормально. А вот, кстати, разница черная и белая тема. Вопрос о... Используйте черный предлож. Но как нажать, я... Потому что на черной теме было все намного приятнее. Он проигрывает звук и высвечивает сверху сообщения. Ну, он пробежал или бежал. В принципе, звук задается, сообщение тоже все задается. И дальше я еще нашел такую интересную фичу. А можно на другое приложение? Мне очень понравилось, очень неожиданно. Я, по-моему, вчера либо пропустил ее наличие, не обратил внимания. Но вот сегодня нашел этот конвертер текста в звуке. То есть я могу прислать сообщение, в котором сказано, у вас там в такой-то комнате там выключился нагреватель. И сервер пришел в текстовом виде, а мобильник это скажет. Ну, нажимать как бы... Я бы нажму и... То есть фразу можно любую вводить. Я думаю, пока что не на английском языке этому. Распознавать, она, к сожалению, я попробовал распознавать. Она выдает unsupported сервис. Видимо, еще не умеет. То есть я хочу, чтобы, когда сервера что-то приходит, во-первых, была нотификация, и мобильник сам сказал, что произошло. То есть вот фразу какую-нибудь более-менее осмысленную. А дальше уже, следуя тому примеру, можно было бы нажать на приложение, в котором эти события были бы, и уже откроется веб-часть. Веб-часть должна была Инга поделать. Ну, к сожалению, я... Значит, недоступен для меня. Ну, мунтс, собственно. Сейчас, так а по им самым? По серверной части что-нибудь? По серверной части, значит, я сейчас... А, что на сервере должно быть? На сервере надо реализовать просто отправку джейсона. Там как делается? Там вот посылается что-то, а что-то такой запрос, и в пост дате там джейсона специального формата. Соответственно, которое содержит поле данные, которое перейдет потом в приложение. В принципе, это не очень тяжело сделать. Я думаю, даже можно просто взять какой-то... Отправлялку в пост запросов на определенный адрес, и вбить его туда, и немножко редактировать, и нажимать Send. Пока что можно так заменить, я думаю. Вот. Сейчас, думаю, проблем не возникнет. Дальше там есть разные, в принципе, способы нотификации. Можно нотифицировать просто Single Message, когда сервер отправляет просто на мобильник сообщение. Когда сервер отправит одно сообщение многим-многим мобильникам, ну, только subscribe такой, и когда сервер отправляет много сообщения многим мобильникам. Как-то у них вот есть три типа. Я хочу... А по нативной части что уже сделано? То есть, этот прием-то есть и работает? По нативной части я сделал, реализовал этот пример, но он не подписывается. Он вызывает метод, ну, как бы, что... Я, типа, попытался подписаться, но там идет ошибка, и пустое сообщение об ошибке, пустое... Понятно, с чего? А ты к нам не зарегистрировал. А сколько времени обычно занимает регистрация? Соответственно. Ну, вот, у нас сегодня вечером, говорят, ночью, если повезет, что-нибудь все инвестрируют. Вот, у меня сейчас обход напишу, я сейчас просто константу верну и в случае ошибки, и постараюсь, чтобы он что-нибудь сказал сегодня еще позитивное. Понятно. Ну, да, на данный момент есть, но теперь надо собирать, и боюсь, что есть, чтобы сделать то, что запланировано придется ночью работать. Ну, посчитали, 20 часов есть, так что. Да, 20 часов есть. Постараемся успеть. Ладно, вопросы? Надеюсь, веб-часть быстрее. Может быть, лучше на веб-часть не напирать пока, сделать просто заглушку какую-нибудь совсем-совсем дурацкую, потому что можно не успеть на это и то и то. Ну, может быть, я сделаю какой-нибудь просто это... Айфрейм какой-нибудь, который на сервер сошлется, где попроще идет. Хотя, ну, может, да, может просто это сообщение будет отображаться, например, сделать более простую версию, что в доме что-то происходит, допустим, там отказалась система отопления, да, чтобы спасать зимой туда. И просто вот какое-то более детальное сообщение, ну, загружаясь в приложение, более детальное сообщение об ошибке выводится. То есть, что конкретно случилось? Ну, в общем, я имею смысл просто хорошо сейчас это продумать, чтобы завтра была тема, потому что получается, что вроде как элементов много, собранно, вот, найдено много айфстамов, но хочется теперь собрать действительно, что-то, 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 что-то. Это запущено в граузере, он у меня пока что просто тут наводил, и всё. Короче, просто вот устанавливается время, там не видно сейчас, но по цене тут время. Вот сейчас, сколько тут, 6 часов, 20 часов. А что там за надпись под ним? Под ним это написано, осталось 19 часов. Вот я поднял, где на 13.55, осталось 18 часов 59 минут. Вот, и потом переходит, так сказать, в режим ожидания экономии батареи, там, и так далее. То есть, вот так, выставишь как-то, вот, там что-то делает, как-то. Ну, да, вот, в принципе, интерфейс видно. А цвет он почему меняет? Задумно, да. Ну, смотри. А какой принцип? А там критично, видишь, ну, что-то... Не-не, а принцип-то, как и с чем связано? В зависимости от времени, надо было, кстати, еще рандом добавить, кстати. Он был прикольный. Ну, вот, как-то так. Ну, по идее, это же все, разблокировку. Я решил, наверное, сделать, чтобы здесь его... Берется рандомно три точки. Нет, не три, ну, четыре точки. Соединяются три полоски, и нужно по этим точкам всем, по прям, полоскам провести. Не, ну, не выйдя за рамки. То есть, полоски тоненькие. Ну, я не знаю, чтобы по-простески было, но, может, если есть варианты, говорите. Мне кажется, позиционирование точки около полоски, ну... Судоку рассказать. Ну, судоку долго. Ну, маленькую суду. Тринадцатый. Ладно, я опоздала на работу, потому что на Дарси. Это мой бутинник. Ну, это как право, как бы. Нет, есть предусмотрение. Расположу четыре этих кружочка, напишу в них цифры, и надо нажать просто в нужной последовательности кружочек. Мне кажется, так. Кстати, может, даже, наверное, еще лучше. Гораздо быстрее, например, напишешь вычисление координат, а примерно то же самое. Да, согласен. Подать в линии, мне кажется, тяжеловато. Не, там линии, на самом деле, не трудно там, можно нарисовать их просто, а потом на зоноскопе определить цвет линии, цвет по подночке, а замок. Там, может, при этом и 10-итre из четырех, там, может, всякий красивый визуальный эффект еще и сделать. Пропаданием Türk человек просыпался лучше. Ну, наверное, мы все, чтобы они逃げлись. А, ведь, ты, 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 ты. Папади. Кстати, вот это круто. И кубичков. Я уже не успею, просыпаешься в ручке. Да, в зависимости от дня-недели. Ну, вот как-то так. Ну, ладно. То есть, по-моему, надо просто это. В чем остается вещь, это доделать вот эту вещь, связанную с разблокировкой будильника, и, собственно, поднимание самого будильника, чтобы он завенел. Ну, еще нужно переписать вот что-то на события, у меня пока на аудио, вот так аудио. Вот так аудио, это значит, что это приложение должно быть запущено. Ну, там не очень сложная API, я сейчас даже могу посмотреть, открыть. Я уже там тоже вроде открыл, вроде там нормально. Ну, вот так. Нужно просто создать будильник, и все. Ну, просто его там поменял, пересоздавать. Хотя, какая разница? Пересоздать не управляем. Знаете, а в Тайзине есть функция «Овозвращаясь в ожидаемое время жизни батареи»? Часа? Не знаю, там есть, можно мониторить статус батареи, но вот «Овозвращаемое время». Просто была такая штука, была. Очень полезная, по-моему, если у будильника время жизни выходит, или меньше, чем время для звонка, об этом лучше инфицировать. Я один раз реально проспал. Проспал именно из-за того, что у меня просто телефон вдох. А я его иногда всегда настраиваю, чтобы он как мужик вдох, то есть не пищал перед тем. Представляете, он даже ночью мне ни разу по поводу умирания батарей. Умер как мужик. Да, именно так, меня не разбудит. Сделано, наверное, четыре точки, в которых написаны какие-нибудь выражения, там, ну, пять на пять, там, ну, интеграл. Можно даже просто цифры, мне кажется. Да, ну, это достаточно, там, один, два, три, четыре достаточно. Просто изначально заказы были, чтобы тяжёлым был. Нет, на самом деле, хорошо бы достаточно, чтобы они двигались. То есть крупные цифры, если круги будут двигаться, то это уже очень. Ну да, кстати, если с движением будет хорошо. И, может быть, если будет время в конце, посмотреть ещё вот эту вот функцию про примите батареи. Просто по халпам, по халпам и халпорам балазить. Ещё почему мне захотелось вот сделать с такими числами? Потому что, чтобы мозг развивался. Как бы это глупо не звучало, но, как бы, так он тоже бывает. Я вам у себя в игре тоже такую запостил. Ну, вначале было просто введите цифры, а потом сделал, чтобы, там, какие-то выражения в корне, там, умножения. Чуть-чуть не будет радоваться. Путильник изменит, а релёнок... А мы еще релён, спытаетесь. Да, вроде как-то так. Ещё вопрос здесь? Да, пожелание. Во-первых, учесть, что люди со слабым зрением датурники могут пользоваться вашим приложением, поэтому разные цвета. Это гипар, чтобы он вас познает? Ну, как-то так. А во-вторых, когда запускается будильник, вы какую-то подсказку увидите. Потому что человек запустит, посмотрит на этот баран на новые ворота. А что такое? Что и что это надо двигать вообще? Ну да. Первый раз там надо. А ещё? Ещё, ещё, ещё. Да, рады ещё. Не спешите, мы искать. Ещё, наверное, человек может просто закрыть приложение. Или это нужно убрать. Ну да. Ну да. Ну да. Хорошая вещь. Выставил будильник, возьмут ли его тогда в Tizen? Да. Ну, если я перенесу, ну вот как надо сделать, чтобы будильник устанавливался, то есть установил и вышел. То есть это ничего страшного. Будильник останется. Да. И если он приложение, которое отключает будильник, закроет, ну это его проблема. Будильник не будет отключен. Да. Кстати. А можно систему выключить? Вот, да. Ну можно туда залезать, придётся. Вот система, я вот не знаю. Если вот с аудиотеком было бы проще, потому что... Ну там... Ну, на самом деле штука такая. Тогда можно вот по сигналу будильник... То есть не делать, чтобы это был системный будильник, который звук воспроизводит. Можно это сделать системный будильник, который вызывает приложение, которое воспроизводит звук. Если уж так хочется. И так, наверное, даже может ещё правильнее было бы. Да. Ещё по поводу цветов такой комментарий небольшой и вот освещенности. Иногда ночью есть необходимость посмотреть на часы. При этом будут включить телефон, он вот так вот ослепляет и ты не видишь ничего и чего. Он же я... Чем ты что-то мучил? Несмотря на эти функции, то есть тоже бывает. Ну, какие моменты. Не, ну я бы сделал вот официальный режим тут. Ну, то есть энергосберегающий, который, ну... Ну, в общем, в любом случае это как бы важно. И, возможно, там эффект добавить, когда плавная яркость наращивает и всё такие вещи. Потому что в полной темноте это всё смотрится не надо по-другому. Ну, я просто, у меня что, будильник есть, вполне нормально так. Кстати, может быть... Он сейчас есть, видимо, лучше я. Ну, ладно. Так, пудневый режим будет. После того, как я установил будильник, может быть, обратный отсчёт, сколько спать осталось? А вот тут. Он здесь ещё. Он вот тут. Нет, это вот... Он постоянно будет отображаться? Да. Он вообще-то знает функцию, я стараюсь не знать, сколько спать останусь. Не знаю, наоборот, у меня иногда... Иногда, если сам лечение прояснишься, там останется полчаса, я лучше остану, чем пытаться. А, ну это да. Чего пытаться засыпать? Если мне осталось 5 минут, я стараюсь срочно и доспать. Ну и всё по-разному. Ну вот так вот. Ещё вопросы? Всё? Всё? И тогда у меня вопрос. Вот по поводу запускания приложения, которое вот на... ну, к другому, к музыкальному плееру. А можно сделать так, чтобы этот плеер как бы был... ну, его не надо было устанавливать или идти к тому? В смысле не надо было устанавливать? Ну вот если вот... Не, можно просто пользоваться этими предустановленными приложениями. Там запуск стороннего приложения, он делается не по... Можно делать не по идишнику приложения, можно делать по названию службы. То есть там... Галерея, например. То есть выбор картинки, это либо галерея будет, либо файл менеджера. Воспроизведение музыки, это вот... ну... Воспроизведение музыки, он Ренат рассказывал вчера, как можно делать. Ну да. Ну, а там просто нужно смотреть вот эти вот алармы API, которые позволяют... Они позволяют в том числе вызывать приложения по времени. Удачи! Ну что, в общем, подготовлены клеером сегодня, да? Понимаете? На интерфейс пока сильно не смотрите, ваша головка вообще не смотрите. Он совсем не рабочий, он просто... Просто кнопки, чтобы отображать, ну, чтобы события проверять. Ну, роботоспособность события определённых, да? То есть там в шапке вообще ещё есть поиск. Ну, просто в хедер засунут, и тоже как бы никакого... Оформления интерфейса просто ещё не было. Вот. А так, собственно, все основные функции плеера работают. То есть, да, вот там поиск. Нажав это что-нибудь введёт и нажмёт на поиск, там выведется плейлист из 30-ти песен. Вот, все, как бы, песни прикабельные. То есть, лип, он, ну, вот, начинает воспроизводить песню, свайп. Ну, как бы там ещё добавлен, что свайп по песне, ну, именно в плейлисте, он добавит в свой плейлист, который на поиск создаст. Ну, давайте посмотрим. Ну, это не отображается, это просто как событие. И не выводится, как бы, в консольке могу показать. Вот. Ну, ты сейчас... Ну, давайте же попробуем, там, не знаю. Может, по-любому, по записи или по группе, например. Ну, давайте Битлс наберём, попробуем. Собственно, пошли, после кнопок просто... Ну, давайте, есть ТД. Ну, давайте, есть ТД. Играет. Ну, там есть ещё, как бы, кнопка, ну, MAP, потому что она, возможно, стоит по стандартам, не на полной мапе. Ну, не на полной мапе. А кем у СССР сам пользуетесь для музыки? Да ещё раз. Откуда музыка отберётся? Сейчас ВКонтакте берётся только. ВКонтакте. Самый простой вариант пока был, но ещё раз смотрим, как у нас другого сервиса, который, ну, чтобы не нарушать, как бы, его. Пока нормально. А у вас чисто HTML5 приложение? Джекори Мобайл, да? Джекори Мобайл, да? Вот. Есть пожелание просто подключить не чистый Джекори Мобайл, а который используется Тайзеном. Там тоже Джекори Мобайл, на самом деле. Ну, просто потом позовите, я подойду, скажу, что нужно подключить, будет более нативно выглядеть интерфейс. Хорошо. А ВКонтакте есть какой-то API, который музыку представляет? В общем, там какая суть. ВКонтакте можно создать приложение своё, которое, ну, когда при создании приложения ВКонтакте, там определяешь доступ к каким данным. То есть, там группы, аудио, видео, ну и сюда. Ну, вот все, собственно, данные, которому будут ВКонтакте. Вот. Ну, как бы, как, создали приложение ВКонтакте. Которое просто экспортировали, там, плейлист? Нет, просто, которое получает доступ к аудио. Он нам выдал токен. А, даже не выдал токен, мы один раз обратились к нему, к этому приложению, но он нам в этот момент выдал токен. То есть, я сам зашёл в контакт от своим логином паролем, зашёл в это приложение, он мне выдал токен. И этот токен используется теперь для, собственно, всех пользователей. А, то есть, его может прям потом приучить от токена? Да. А, да. Но при этом, как бы, в чём проблема? Этот токен может быть получен третьими ликсами, Да. Потому что оно, как бы, вообще хранится сейчас на устройстве. То есть, мы не делали сервер, но начали что-то. Ну, потом я так и раз просто перейдил. Безопасность, как бы, на очень высоком уровне, да, вы дошли. Но сейчас, на данный момент, для нас является приоритетом делать работоспособное приложение. Ну, не только работоспособное, но и красивое, и так далее, да. А вот безопасность, ну, это просто серверную часть запилить, делать так же. А, вы кэширование не планируетесь делать по плодисту? Я вообще работаю с плодистом. Работа с плодистом какая планируется? То есть, создание своих. Ну, как бы, сейчас у нас там почти доделано два плодиста, которые будут уже встроены, да. То есть, там, это будут какие-то какие-то покойные песни, да. И песни для мотивации, да. То есть, пожаром у нас будут. Несколько плодистов уже... То есть, уже рекомендованы. Да, да. Рекомендованы. В этом плодист может создавать собственные плодисты, которые он сможет любые песни куда добавлять. Ну, удалять поленнадобенности из по листа. Вот. Если... Я не кэш 100 будет или они будут каждый раз... Вот этот вопрос, если получится, то будет кэшироваться. Если... Ну, если успеем, как бы, да. Если не успеем, ну, тогда придется каждый раз... Это, как бы, уже будет вашей встрече из современных ресурсов наших. Еще вопросы? Пожелание такое. Вот у вас мы сделали поиск и пожелание сделать справа. Вытекает вертикально алфавит. Важдаешь, как раз? Алфавит. А, что... А, ну да. Индексацию списка найденных. То есть, упорядочки по алфавиту, например, да. Ну, то есть, полфавит, он это наиболее естественно, вот, для людей, которые... А то еще... Да. Да. А то удалкаунта... То есть, вы сейчас планируете сделать вход персонально для каждого пользователя? Нет, нет. Это я имею в виду, как раз я уже все вошел, я этот токен получил, и этот все. Пользователям никуда не налудим. Ай. У меня просто предложение такое, оно, возможно, даже не в рамках катона, а почему бы не сделать под данную платформу хороший клиент для прослушивания музыки из именно ВКонтакте с расширенным функционалом. То есть, это будет плеер именно для ВКонтакте, но со своими, соответственно, пушками. Он может не только ВКонтакте впоследствии работать, или еще кто-то развиваться. Вот. Для этого, соответственно, мы решаем автоматический проблемный запас, всегда используя его свои данные. Точнее, там недавно, получается, через ВАУ. Ну, знаете. Вот. И получается, что клиент есть с одной стороны, и мы можем этим недавно распоряжаться, да? То есть, то, что ты хочешь, ты сам не делай. Ну, нет никаких рисков, что его заработать. Ну, вообще, да, как бы, клиент была такая, что в дальнейшем именно сделать как, ну, не только там аудио, но, например, да, те же там фотографии просмотрят. Ну, что такое именно работа в медиа и ВКонтакте? Ну, вообще, Влад, я бы сказала, что все-таки аудио может быть видео, хотя там, скорее, лучше другого. Ну, просто на другом так можно назвать. Вот, товарищи, если бы вы следили за новостями, вы бы, за вот эту вашу идею, получили бы до трех миллионов рублей от Samsung и ВКонтакте, потому что конкурс только что закончился, первый этап. Во-первых. Во-вторых, ВКонтакте может быть против использования ВКонтакте, потому что они очень серьезно следят с таким вещами за использование их логотипа и название их контента и так далее. Они об этом, скорее, и сообщат. В случае чего просто переразработают. Кому? Правоохранителям органов? Нет, они просто, во-первых, забанят ключик, в случае чего. Да. Ключик приложения, я имею в виду, и пользователя, конечно. Вот, ну, как бы, приложение есть, оно в истории есть, оно в пиаре, но не работает, и так далее. Вот, и с ними в любом случае можно будет поговорить на всю эту тему, потому что они заинтересованы, в каких-то определенных продуктах. Просто они действительно могут захотеть, что продукт искал себя, ну, так, а не так, там, мы все хотим. Ну, это решается. А у вас, в принципе, еще были другие источники, кроме контакта? Были, да, но это мы будем рассматривать. Ну, сперва уже надо будет делать интерфейс, наверное, уже пора. Нет, понятно. То есть за пределами фокатонов? Логично. Для фокатонов демонстрации идеи достаточно. Фокатонов достаточно продемонстрировать на новом сервисе. Ну, вообще, мне кажется, что конкретно про этот проект, если говорить, то именно хотелось бы увидеть плеер, который использует разные сервисы. Ну, да, мы думали использовать, думали про другие сервисы, которые предоставляют более подробную информацию, ну, как, например, и о исполнителях, и о альбомах исполнителях. То есть, например, сделать тоже поиск по альбому, то есть в «Контакте» такого не сделать, да, будет? Потому что если я хочу найти определенный альбом, то есть определенный альбом, какого-то определенного исполнителя. Вот. А есть сервисы, на которых это как бы можно сделать, но вот это уже ресурсы. При этом, например, «Контакт». Зато другие сервисы есть, которые могут поиграть. Плюс можно спокойно по альбому собирать. И вот, с точки зрения пользователя, наверное, как раз было бы удобно иметь именно одно приложение, которое умеет работать с разными сервисами. Да. Если единым образом, то да. Ну, конечно, мы будем делать. «Контакт» он не идеальный тем, что у него такой способ доступа приводит, что есть мобильный список и строка поиска. Но все пользователи такой поиска, все привыкли. Это такой платформа хороший. Чем по-моему? Ну, он хороший тем, что… Да, по-моему, да. Если это держится на много сверст, то можно обсудить спокойно на мировой. Можно, но тогда надо торопиться. Ну, я говорю… Очень надо торопиться. Ну, я думаю… А тогда… Ну, то есть, в общем, надо на этот… ЭКН в треницу точно. Да. Будем стараться. Еще вопрос-комментарий. Ну, скорее, по желанию. Я понимаю, что это как бы совсем пре-пре-пре-альфа. Но лучше, мне кажется, с точки зрения Ether Experience будет, ну, как-то по вкладкам это распределить, чтобы плейлист был отдельным. Да, они будут, естественно, отдельно, то есть, отдельно, ну, как по визуально отдельно страницам для флеера, отдельно для плейлистов, ну, собственно, и по функционалам выкачивать. Но это все будет отдельно, ограничено, и надеюсь, монет. Увы. 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 Еще? Вопрос. Удачи, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ